Меня зовут Паша, мне 17 лет, я из Донецкой области, село Долина. Это получается близко и к Изюму, и к Славянску. Ну, там расстояние одинаковое, типа по центру стоит. А твоё село Ривне разбито тоже? Да, у меня дома нема. А семья твоя, как же можно сказать? Ну, они в России насильно вывезли. Это кого? Маму с братом. Старший брат? Младший. Получается. Росеян зашли ваше село, а не? Нет, они были в Купенске, получается, в Харьковской области. Подруги. Она была больная, мама за ней типа ухаживала. И все равно быстро началось, что туда русские зашли и начали людей вывозить в Россию. Их тоже вывозили. А ты где бы был дома на... А я был дома, да. Ну, я вообще на учебе был, как бы, ну и дома. Так. А до тебя тут кто-то приходит, проведет тебя? Никто. Тобто, родных тебе в Украине не залишил зараз? Нет, отец есть, но он на войне. Пусть ховый, да? Да. А с ним контакты тоже не стихает? С ним связь занимает. Когда приехал, я не помню, ну, что случилось, помню. Это, получается, было 19 мая. Я был в городе Святогорск, в Святогорской лавре. И мы с друзьями пошли, получается, в Среднее Село людям помню, эвакуировать, людям старым помогать, уходить из-за, потому что там село сильно обстреливает. Ну, мы туда пришли, с нами дедушка пошел, там еще собаки. И, получается, когда мы на сад возвращались, я был в последней группе, я сел передохнуть, получается. И у меня под рукой бутылка какая-то лежала. Я ее хотел выкинуть, я ее в руки только беру, и она взорвалась у меня. Окей. Потом меня вот так оглушило, меня потом потемнело в глазах, потом все оклемалось. Я смотрю на руку, она ладонь разорванная, на ноге дырка какая-то. Я еще, ну, от силы метров пятьдесят прошкандыбал и начал кричать на помощь. Потом меня услышали, пришли, там, первую помощь жгуты нанесли. Потом мы еще помощи ждали, потом меня по ноте речкой это нанесли. Мы еще под обстрел попали, получается, ну, именно по горам начали стрелять. Потом меня до лаври донесли, получается, в этот самый военный госпиталь отвезли. Уже оттуда меня на Краматорск больницу, потом с Краматорска на Днепр, а с Днепра сюда во Львов. Стан був важкий, дихання в нього было самостійное, но внаслідок массивной травмы он был септичный, очень важкий забей львовой легене и важкая левобичная пневмония. Очень часто важкие миновебуховые травмы и массивным ручавленным тканин ускладываются сепсисом, то есть инфекцией тканин и загальной инфекцией организма. На сегодня функция дихания в нього полностью восстановилась, плевральный дренаж забраний, пневмонии нет, но внаслідок важкого шкоджения правой руки, он имеет контрактуру правой кисти, и внаслідок, в частности, с ним работают реабилитологи, чтобы полностью восстановить функцию кисти. У Павла миновебухова травма кисти, там був де-факт шкири мягких тканин, и, собственно, мы работали над тем, чтобы, ну, это по-своему роду и опек також там был величезный, и мы работали для того, чтобы зберегти функциональность тої кисти и пальцев рук. Ну, спочатку треба, чтобы оно все-таки до конца зажило, и после того, думаю, еще порядка месяца нужно работать над тою. Но вся функциональность, то есть он может, скажем, на первый день, когда мы с ним встретились, та рука была, по-суті, как анатомический протез. На сегодняшний день он может, в принципе, выполнять будь-якие движения, там стискание, он может держать их в воду, ну, будь-что, поднягнутись, то без проблем. Дуже быстро, это не много долго, там, вопросы с дефектом той тканины, где-то там делают пересадку и так далее. Ну, ему в том плане, ну, тут вот фу, как-то очень быстро все идет. Ну, так надеюсь, что он не дальше, так будет идти. То есть, ну, хороший результат. В плане загояння, взагалі, прекрасно. Ну, но это заслуга и наших звичайных хирургов, которые ведут, в общем, все эти процессы.